Собрать на одной площадке педагогов начальных классов для того, чтобы познакомить с возможностями библиотеки, а также провести семинар для учителей, которые хотели бы разнообразить привычный учебный ритм. Такова задача нового образовательного проекта, инициаторами которого выступили сотрудники детской городской библиотеки имени Пушкина. Предложить мальчикам и девочкам возможность развиваться, дать шанс найти себя. Вот в чем видят свою миссию организаторы. Очень интересно всегда открывать новые звездочки, даже если это взрослые, которые уже чему-то научились, и увлеченные дети, которые уже что-то умеют и хотят показать таким нестандартным, необычным способом. Тем более здесь очень тесная взаимосвязь с детским творчеством и библиотекой. Так как у нас в библиотеке очень много организовывается интересных выставок, очень интересных мероприятий, которые тесно связаны с книгой. Современная библиотека – это место встречи талантов. В этом уверена одна из участниц семинара Елена Таранко. Вот уже более семи лет женщина увлекается конструированием одежды для кукол. Сегодня в большой коллекции более 60 экземпляров. Каждый новый образ – это новая история. Вот одна из моих самых любимых работ – «Жар-птица». Достаточно такая трудоемкая работа. Здесь вот, если посмотрите, вышивка бисером. Вот, ну, как бы очень такой трудоемкий процесс. Вот сплетены из бисера такие подвески. Тут вот вышивка бисером по ткани. С творчеством Елены Таранко нужно познакомиться не только взрослым, но и детям, которых бесспорно привлекла бы многогранность этого вида деятельности, его необычность и красочность. Проведение в стенах библиотеки мастер-классов и встреч позволило бы мальчикам и девочкам найти для себя увлечение или хобби. Ведь творчеству все возрасты покорны. Случайно наткнулась на сайт, где занимаются как раз-таки вот рукоделием для кукол. Люди взрослые. Вот, я зарегистрировалась на том сайте и стала там, как бы, общаться с людьми на эту тему. И заодно, как бы, постепенно вовлеклась в это занятие. Началось вязание на кукол. По описаниям, вот, то есть каталогов, парадис, в основном, как бы, там они готовы. И просто садись и вяжи, как говорится. Вот, но нужно очень много терпения. Но особенно пример в буквальном смысле заразителен, когда чем-то необычным и очень интересным занимается не только взрослый, но и сверстник. В рамках семинара педагогам был презентован еще один вид детского творчества – книжной иллюстрации. Это направление довольно плотно вошло в учебный план работы детского развивающего центра «Аленка». Сегодня воспитанники учреждения с удовольствием постигают эту науку, даря новое прочтение давно знакомым произведениям. Это интересно. Если я за что-то взялся, я никогда не откладываю это на потом. Я обязательно должен это доделать. И творчество – это для каждого. Просто некоторые не думают о нем, а я думаю. Самое быстрое, которое я делаю, работу – это вот это вот. Сразу, быстренько, как-то, фон, сам вот этот указатель, и начал буквы выводить. Временем у меня занялось, по-моему, три или четыре дня. Сформировать из маленького, неокрепшего малыша многогранную личность – это одно из требований 21 века. И только создав вокруг ребенка по-настоящему творческую атмосферу, вдохновив его успехами взрослых и сверстников, можно говорить о том, что первый этап на пути становления будущего человека сделан. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово».